В конце прошедшей недели многие новосибирцы подвели для себя итоги протестных акций. Некоторые из них отсидели, пусть и небольшой, но все-таки срок, за призывы участвовать в митингах и пикетах. Чего, в принципе, не надо делать для того, чтобы не очутиться в спецприемнике. Об этом в репортаже корреспондента программы Елена Отмаховой. Не надо меня толкать. Не надо меня трогать руками. Прекратите. Я прохожу сам добровольно. Я иду. Ваше требование убрать камеру незаконное. Вот так нетрадиционно закончилась акция в поддержку жителей Хабаровска и его народного губернатора Сергея Фургала в субботу 30 января на площади Ленина. Выходивших полгода с пикетами активистов сгребли, погрузили в автозаки и увезли в неизвестном направлении. По крайней мере, люди не сразу поняли, что за актовый зал, где они оказались, и по поводу чего собрание. Яна, скажи коротко, что здесь происходит? Не знаю. Людей с автозаков сюда привезли. Всех нас сюда посадили. Сейчас мы стояли спокойно. Люди в одиночных пикетах никто не нарушал законных требований. Прямо в полиции пикет и продолжился с лозунгами и песнями. Врача! 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 О судьбе постоянной участницы пикетов Яны Дровноход и других главных активистов, может быть, никто бы не узнал, если бы не прямая трансляция Тимура Ханова на ютубе. Уже глубокой ночью блогеров домчали до КПЗ. Я сижу в полиции. До понедельника задерживают. Потом в понедельник будет суд за то, что я сделал ролик «Не ходи на протест». Якобы этот ролик призывает людей на голову. Не ходи на протест. Ведь ты не в пользу Америки живешь. Мы, русские, российские, должны пообеспечивать стабильность. Не ходи на протест. 31 января ни в коем случае, потому что ведь если ты пойдешь на протест, может быть, что-нибудь изменится. А разве мы этого хотим? А в понедельник блогера доставили в Центральный районный суд. На Тимура Ханова завели административное дело, согласно которому он был организатором несанкционированной акции протеста. Шествие, которое, кстати, состоялось на следующий день после акции в поддержку Хабаровска, собрало порядка полутора тысяч участников. А вот блогеру пришлось экстренно искать адвоката и знакомиться с выводами лингвистов, которые буквально за день провели экспертизу. Позже в суде правозащитник Тимура нашла много юридических несостыковок. Нарушение мы не видели, собственно, у него указан стаж специалистов, не отобрана подписка для предоставления ложных кредений. Ну, а также возлучилось то, что психологическая экспертиза сказала, что он не маг, не волшебник. И поэтому, естественно, будем обжаловывать. В принципе, когда у человека видеоролик называется «Не ходи», и он говорит про несанкционированные акции, про то, что не нужно туда ходить, а экспертиза утверждает, что слишком частое использование частицы «не» оказывает воздействие подобное гипнозу, и людям, наоборот, начинает казаться, что нужно идти. Мне кажется, таким вот высосанным из пальца. Это просто какой-то элемент устрашения для масс-медиа для местных. Хотя ролик Тимура Ханова назывался «Не ходи», эксперты пришли к выводу, что блогер приглашал людей на несанкционированное шествие. В лингвистике это называется перлокутивным эффектом. У нас в ролике, в исходном, названы конкретные действия «не ходить». Были названы атрибуты этих действий «место», «время». В комментариях к самому видео, когда ему сказали, что как-то это все двусмысленно, мы понимаем это как призыв, условно говоря, он подтвердил. Да, есть двусмысленность. Получается, что само сообщение было каким-то образом так построено, что оно допустило подобную интерпретацию. Проще говоря, характеризовать ситуацию можно одним предложением. Ведь неважно, что ты сказал, а как. К тому же эксперты ознакомились и с более ранним творчеством Тимура. Его позиция относительно шествия, которую он высказывал раньше, которая известна его подписчикам, его знакомым, друзьям, которые следят за его творчеством, за его профессиональной деятельностью, они это знают и они видят в его речи несовпадение позиции, которую он сказал раньше и которая обозначена в своем ролике формально. И вот эта формулировка «признаки призыва» она означает не то, что он побуждал кого-то, именно побуждал, а то, что в его сообщении, то в том, как оно сделано. Эти признаки присутствуют. За это Тимур Ханов и провел 7 суток в спецприемнике на улице Писарева. Надо сказать, ему там понравилось. Трехразовое питание, одиночная камера. Раз в день блогеру даже отдавали сотовый телефон, чтобы позвонить друзьям и знакомым. Но больше всего Тимур остался доволен тем, что за примерное поведение его похвалил сам начальник казенного учреждения. Да и времени, чтобы подумать обо всем происходящем, у блогера было предостаточно. Нет, данный, как и на сарказм, оборачивается с руками. Ну ничего, мы все тут в хорошем настроении. Потому что всем привет, всем успеха и все будет хорошо. Среди отправленных в КПЗ еще по следам первого протестного шествия был экс-депутат Госдумы России Аркадий Янковский. Он чуть больше Тимура провел в заключении 8 суток. Домой вернулся простывшим и не спешил отвечать на звонки журналистов. В заключении сейчас остается лидер местной оппозиции Сергей Бойко. Ему вменили самую тяжелую часть статьи 20.2 КОАП РФ, 8-ю. И его срок за решеткой закончится только в 20-х числах февраля. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам, добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...